Фу, сынок, я отсталый. Я, прежде всего, не знаю, что такое лайфхак. А во-вторых, у меня нет таких мулечек, которыми я мог взорвать сознание смотрящих и слушающих. У меня все очень обыденно. Радуйся жизни. Это уже не для этого. Может пригодиться. Каждому дню. Солнышко, радуйся. Дождь пошел. А у тебя зонтик оказался. Радуйся. Пришел, сидишь в кафе. Радуйся, что ты сидишь в московском кафе в центре на Покровке, а не в Усть-Каменогорске, в каком-нибудь ресторане, типа «Семь звезд». Это только то, что и освещает. Больше света нет. Радуйся тому, что тебя сегодня не обидели. Ни люди, ни судьба, ни обстоятельства. Радуйся, что ты интересен, это я себе. И кто-то позвонил мне и сказал, мы хотели бы услышать ваше мнение. И это смысл моей жизни сегодняшней. Потому что тысячи людей, идущих по этой улице, почти никому не интересны. Точнее, они интересны кому-то, но мнение их никого не интересует. Оно якобы не авторитетно. Они и умнее, и продвинутые. И лайфхак у них, как говорят у нас, скелет в шкафу. Такое количество, что можно только этим жить. Ищи радость, говорю о себе. Ищи радость даже в печали. Если хочешь кушать после того, как ты поел, знаешь что, выпей стакан хорошей воды. Это мой лайфхак. Я для того, чтобы держать себя в хорошей форме, слава богу, я, когда мне захочется покушать, выпиваю стакан чистой, вкусной. Байкальской воды. И через 10 минут кушать не хочется, и организм мне говорит спасибо. И у меня хорошее настроение, и легкость внешняя, и внутренняя. И я смотрю на людей, и люблю их, потому что я точно понимаю, они мне ничего плохого не сделали. И мы все в одной лодке. Я говорю, господи боже мой, мне б еще лет 20, 25. Больше я вообще не хочу. И однажды просто, чтобы свет погас навсегда. Однажды. И что же касается этих мулечек, примочек, что называется лайфхак, то такое количество молодых людей, это все-таки лайфхак, это прерогатива поколения, next поколения, 21 века. Потому что они начинают, они стартуют и в тысячелетии, и в столетии. И они свободны от того, что их заставили помнить. Вот этот фундамент, может быть, чужой. Они оберегаемые нами, старшим поколением. Они свободны в своем выборе. У них сознание раскрепощено. И они делают то, что делали когда-то великие изобретатели, которые велосипед придумали, машину, телефон, потом мобильный телефон, потом то, без чего мы не можем, интернет, компьютер придумали, что стал часть нашей жизни, и что желать в свое время. Правда? Поэтому мы будем учить нашего поколения не придумывать мулечки. Потому что если мы начнем придумывать, жизнь приостановится. Пусть придумывают эти лайфхаки те, кому мы свою жизнь посвятили. Наши дети. И дай Господь, внуки. А уж у внуков такие лайфхаки будут, что мы сильно удивимся.